Для того, чтобы правильно составить объявление для аренды, мы правильно оцениваем свою недвижимость. Из какого нам у нас класса, на какого потребителя рассчитано. Пишем самые основные, основные характеристики, что есть в квартире из мебели, что есть из бытовой техники, какой ремонт, какой класс дома. Назначить адекватную цену мы выявляем своего потребителя на свою квартиру. То есть стоимость квартир у нас различная, от 8 тысяч рублей за один месяц до 100 тысяч рублей в нашем городе. Арендодателю нужно начать обращать внимание уже с поступившего звонка. То есть нравится ли нам лексика, на которой с нами говорит предполагаемый арендатор. То есть если не нравится, то к встрече переходить не стоит, чтобы не было проблем с тем, чтобы выпроводить этого человека с вашей квартиры. Далее, когда мы перешли к непосредственным просмотрам, мы встречаемся с предполагаемыми арендателями на квартире. Смотрим, кто нам нравится. Обязательно проверяем паспорт. Желательно, чтобы это был паспорт гражданина Российской Федерации. В других случаях нам придется иметь дело с УФМС. Есть маленькие нюансы при сдаче квартиры в аренду. Например, такие, как делаем два замка. От одного замка ключки даем арендатору, от второго не даем. Бывают такие случаи, что у нас арендатор пропал. На связь не выходит, вроде в квартире появляется, деньги не платит. Приходим, закрываем один ключик и арендатор нас сам найдет. Также обязательно берем обеспечительный или залоговый платеж. Это поможет упорядочить также стороны. Бывают арендаторы съезжают с неоплаченными коммунальными услугами. И чтобы не остался долг на вашей квартире, как раз вот этот залоговый платеж, он все упорядочит. То есть, если съезжает квартирант, у него остается залоговый платеж, как раз из него мы и оплатим коммунальные услуги. Если вы являетесь арендатором и ищете себе квартиру, обязательно проверьте правоустанавливающие документы, чтобы именно тот человек, у которого вы снимаете квартиру, являлся ее владельцем. Для сделки по аренде квартиры нужны обязательно паспорта обоих сторон, документы, подтверждающие право собственности на данную недвижимость арендодателя и договор аренды. Официальный договор заключаем обязательно. Он поможет нам упорядочить обе стороны. Их взаимоотношения станут легче. Также прописывается точно сумма, за которую сдается данная недвижимость. Коммунальные платежи оплачиваются отдельно или входят в данную стоимость. Также можно прописать, что остается по мебели в квартире, в каком это состоянии, и прописать сумму залогового платежа.